Привет! Сегодня мы продолжаем наше путешествие по побережью Болгарии. И сейчас мы отправляемся знакомиться с самыми красивыми туристическими местами, которые можно посетить в небольшом отдалении от выбранного вами курорта. В предыдущем видео мы с вами спланировали наш отдых в Болгарии. Сравнили лучшие курорты Черноморского побережья и осмотрели самые красивые старинные города. Но на этом наш морской отдых не заканчивается. Приключения только-только начинаются. В этом видео мы отправимся на поиски самых удивительных и захватывающих локаций Болгарии. От каменной пустыни до Дьявольского моста. От древнего скального монастыря до великолепного мыса Калиакра. Мы будем исследовать невероятные природные и исторические чудеса, к которым будет нетрудно добраться туристу, не желающему сильно удаляться от морского побережья. Я покажу вам 7 самых красивых и уникальных мест, которые чаще всего отправляются на экскурсии туристы. А также расскажу, как добраться до них вне экскурсионного тура, что позволит вам разнообразить отдых и сэкономить немного средств во время путешествия. Заварите чашечку кофе и усаживайтесь поудобнее. Мы отправляемся в незабываемое путешествие по самым красивым локациям Болгарии. Субтитры создавал DimaTorzok И начнем мы там, где закончили предыдущее видео – в городе Созополь. Удалившись от города буквально на пяток километров, прибрежная природа сильно меняется. За пределами Созополя зеленые парки заканчиваются, а окрестности становятся совсем пустынными. И вдруг посреди песков на горизонте возникает великолепный средневековый замок с башнями, рыцарями и фонтанами. Вы думаете, у меня мираж? Неа, просто мы добрались до замка Раводинова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Замок расположен в небольшом селе Раводинова на околицах Созополя. При желании сюда можно добраться на такси или даже пешком. Прямого общественного транспорта до замка не найдется, но вы можете немного сократить путь, воспользовавшись автобусом по направлению Созополь-Бургас. Ссылку на их расписание я оставлю в описании под видео. Строение является уникальным памятником данного региона. Оно обрело славу среди туристов благодаря своей необычной сказочной форме. Первое, что приходит в голову при виде замка – срочно загуглить, какой же сказочный король здесь жил. И тут бац! Оказывается, что замок совсем юный, ему всего 20 годиков. Вы тоже в шоке? Так, давайте разбираться. История строительства этого сказочного замка вовсе не утопает в веках. Построил его Георгий Тумпалов, бывший полицейский, спортсмен, а ныне успешный бизнесмен, который с детства обожал замки и после ухода со службы посвятил много времени их изучению. Вороводинова он решил воплотить свою детскую мечту – построить сказочное, утопающее в зелени родовое гнездо. Замок вышел не только красивым, но и безумно романтичным. И название своему творению создатель дал под стать к образу – влюбленный в ветер. Кстати, выбор места для строительства замка был основан не на случайности, а с учетом любопытного природного явления. Чем сильнее здесь печет летнее солнце, тем более приятный прохладный ветер дует на территории поместья. Вероятно, именно благодаря этому феномену строение и приобрело свое название. Замок отделан особым камнем и говорят, что он в разное время суток имеет различные оттенки. В утреннее время у него розовый оттенок, днем он белый, а ночью – сияющий. Влюбленный ветер имеет форму креста. По легенде, Тумпалов начал строительство лично вместе со своей семьей. Он пришел на земельный участок и нарисовал на земле большой крест, описав форму будущего строения. Замок строился без конкретного плана и чертежа. Сам заказчик параллельно является и главным архитектором комплекса. Ну что ж, должна признать, получается у него весьма неплохо. Я бы такую красоту точно не спланировала. Внимание к деталям в замке просто поражает. На входе в замок нас встретит огромный трехглавый дракон, а за стенами, облаченный в рыцарские доспехи и меч, отлитый в камне, скромный хозяин поместья. Тумпалов создал замок, окружив его изумительным зеленым парком, украшенными фонтанами, гротами и роскошными прудами, на которых грациозно плавают лебеди. Замок оживает благодаря красивым струящимся тропками и изящным мостиками, ведущими к экзотическим садовым сооружениям. Правда, стоит учесть, что строительство все еще не завершено, поэтому внутрь самого замка вы попасть не сможете. Но, правда, и снаружи здесь найдется немало интересных локаций. На сегодняшний день на территории замка уже действуют озеро с лебедями и беседками, винный погреб и таинственное подземелье с тронным залом, изящная и богато оформленная часовня, обзорная башня с панорамным видом, небольшой зоопарк с разнообразной павлинно-сельскохозяйственной живностью и множество других красивенных мест для фоточек. Даже вот платьишки для фотосессии можно арендовать. Ну и на случай, если вы проголодались, то на территории найдется небольшое, но уютное кафе. Поначалу кажется, что локаций очень много, но в реальности замок вышел достаточно компактный, поэтому больше часа-двух я бы на эту прогулку не закладывала. Возможно, однажды в замке откроется прекрасный отель или спа. Вот тогда любой желающий сможет провести здесь целый день и почувствовать себя настоящей принцессой, проснувшись в таком удивительном месте. До конца неизвестно, для каких целей построили этот замок. То ли владелец будет сам здесь жить, то ли это будет гостиница. Ну а пока это просто популярный туристический объект. За свою короткую историю влюбленный ветер уже получил с десяток престижных международных наград и вполне заслуженно включен в список самых красивых замков Европы. Раводинова обязательно стоит посетить во время отдыха в Болгарии, в особенности, если вы прибыли на побережье в компании детей. Им он точно понравится, так как внешне сильно напоминает сказочное строение из мира Диснея. Вероятно, из этого сходства Голливуд и избрал замок как локацию для съемок фильма «Спящая красавица». По сути, вот даже декорации изготавливать не пришлось. Все нужное уже присутствовало в замке. Влюбленный ветер – это очень красивое место. Замок словно сошел со страниц сказки и призывает нас открывать свои таинственные врата. Обязательно загляните. Правда, удовольствие – это не дешевое. Билет для взрослого обойдется в 15 евро. Посещение картины галереи, дегустации вин и даже дамская комната потребуют от вас дополнительно раскошелиться. Кстати, ловите лайфхак. При заказе билета онлайн вы получаете скидку в 10%, а при покупке билета в кассе получаете 20% скидку на посещение соседнего аквапарка «Нептун». Любопытно, что построил его не кто иной, а сын хозяина замка. Видать, строительные таланты у них в крови. И откуда только такое богатство? Похоже, не на того я училась. Нужно было в 90-е в болгарскую полицию устраиваться. Аквапарк, конечно, интересный, но мы туда не поедем. Похоже, мы заглядывали буквально в соседнем видео, когда гостили на Солнечном берегу. Сегодня же нас ждут экскурсии и приключения, и поиски сокровищ. А кто из нас не мечтал в детстве найти драгоценный клад, пещеру Алибабыя, ну или хотя бы лампу Аладдина? Возможно, сегодня вам выпадет такая возможность. Согласно древним преданиям, один из самых известных скальных монастырей Болгарии до сих пор скрывает несметные сокровища, которые были спрятаны монахами в его окрестностях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мы прибыли в старинный монастырь Аладжа, который расположился недалеко от курортного города Варна. Монастырь настолько древний, что никто даже не знает его настоящего имени. До наших дней дошло лишь его османское название – Аладжа, что в переводе с турецкого означает «пестрый». Скорее всего, из-за разноцветных фресок, которые ранее украшали каменные стены монастыря. Археологические раскопки показывают, что эти скалы были заселены еще в IV веке. В те времена люди здесь обитали в основном в катакомбах, которые, по поверьям позднее, были соединены с Аладжей подземными туннелями. Легенда гласит, что перед нашествием осман 11 окрестных монастырей собрали все свои реликвии и доставили в Аладжу, где те были надежно спрятаны в бескрайнем подземелье. В наши дни монастырь Аладжа находится на территории современного природного парка, который утопает в зелени, а потому прогуливаться здесь жарким днем будет вполне комфортно. На территории комплекса расположены сам монастырь, музей Аладжи и вход в подземные катакомбы. Правда, последние доступны для осмотра лишь частично, большая их часть для туристов закрыта. Вход в монастырь платный, но цена невысокая – 5 лев. Обратите внимание, что монастырь Аладжи работает не круглый год. Скальный комплекс можно посетить с марта по ноябрь. Добраться сюда не очень сложно. Если ехать из Варны на машине, то выезжайте на трассу Е87 минут 15 по хорошей дороге и вы на месте. Если планируете поездку на общественном транспорте, то можно воспользоваться прямым автобусом из Варны. Ну а проще всего сюда попасть, если вы отдыхаете на золотых песках. В этом случае можете просто пройти 3 километра пешком через небольшой лес по красивым обустроенным дорожкам. Этот монастырь, окруженный скалами, является символом силы и благоговения. Своими корнями он уходит в древние времена, когда одни из первых православных последователей Болгарии создали это убежище в скалах, стремлясь приблизиться к небесам и истине. Пройдя через древние ворота монастыря, вы встретите величественные скальные пещеры, пронизанные святым молитвенным дыханием. Перед скалой небольшая зеленая лужайка с обустроенными сидениями для проведения лекций и концертов. А у входа туриста встречает очень милый лектор, который поведает вам об архитектуре скального монастыря. Довольно трудно определить стиль его архитектуры, ведь он высечен в скале, а скала практически ответственная. В монастырь трудно попасть, и он почти не виден со стороны. И среди всех достопримечательностей Болгарии данный монастырь является одним из самых старейших объектов. Временем его основания считается четвертый лет. Изначально люди использовали эти скалы, пронизанные цепью естественных пещер, исключительно в качестве жилищ. Но позднее, в XIII веке, скала стала преобразовываться. В те времена христианство только начинало набирать обороты в Болгарии. Православные монахи не были в большом почете среди населения, поэтому старались вести уединенный образ жизни в подобных монастырях. Известниковая скала легко поддавалась обработке, а потому комплекс быстро расширялся. Монахи выдалбивали в скале новые помещения и постепенно укрепляли старые. Чтобы попасть в кельи и столовую скального монастыря, следуйте по спиральной наружной лестнице. Когда вы подниметесь по ступеням, вы откроете перед собой удивительные виды на окружающую природу и болгарское Черноморское побережье. Но настоящая красота скрывается внутри монастыря. На различных скальных уровнях вы можете восхититься тем, что осталось от монастырского храма, часовни, кухни и столовой, а также насладиться фрагментами сохранившихся фресок. Вы можете расположиться в узких монашеских келях и представить себе жизнь прежних обитателей монастыря Аладжа. До наших дней монастыр не сохранил былого величия. Просуществовав всего одно столетие, уже в XIV веке он был разграблен османами, Ну а последующие семь столетий над ним потрудилось время, которое постепенно разрушало хрупкие перекрытия Аладжи. В наши дни скальный монастырь вновь открыл свои двери, но уже как старинная достопримечательность. К скале была пристроена надежная винтовая лестница, а остатки старинных фресок были бережно сняты и переносены в местный музей, где благодаря макетам и экспозициям можно представить, как выглядела Аладжа в годы своего величия. В самом же монастыре артефактов почти не осталось. Стены украшают несколько картин, а низши скелью дополняют оставленные туристами монеты. В архивах сохранилось не так много старинных фотографий Аладжи, но даже их достаточно, чтобы оценить, насколько время изменило строение. Благодаря своей уникальности Аладжа был внесен в список 100 национальных туристических объектов Болгарии и попал под защиту отдельного закона. Кстати, если вы еще не в курсе, что это за список такой, то рекомендую пересмотреть мое предыдущее путешествие по Болгарии. Я там все детально рассказывала. Стоит учесть, что монастырь хоть и уникальный, но не очень большой. Как-никак выдолбан в скале, а потому сильно уступает размахам своим религиозным собратам. До Невского собора в Софии ему, конечно, далеко. Для осмотра монастыря туристам обычно хватает и часа, поэтому экскурсоводы, как правило, объединяют поездку в монастырь с еще одной здешней достопримечательностью. Правда, следующий наш герой будет чуточку постарше. Ну вот на самой малость. Примерно на 50 миллионов лет. В 12 километрах западнее Варны нас будет ждать кое-что поистине уникальное. Есть лишь одна маленькая проблемка. Чтобы добраться к этой локации, нам придется пересечь пустыню. Редактор субтитров А.Семкин Каменный лес. Уникальный природный феномен, который имеет всего лишь один единственный аналог в мире. Да и тот в Австралии. Какое счастье, что нам не пришлось так далеко ехать. Мы прибыли в загадочную долину, носящую поэтическое название Каменный лес, который часто называют болгарским стаунхеджем. Откуда пошло такое дивное название, мы разберемся чуть позже. Ну а для начала, давайте расскажу вам, как сюда добраться. Если вы планируете ехать общественным транспортом, то ищите билет на автобус до Сынчева или Девня. Напрямую до места он вас не довезет, но львиную часть маршрута сократить вполне реально. Ну а если вы едете на машине, то сворачивайте на трассу А2, 15 минут дороги и вы на месте. Хочу обратить ваше внимание, что на сегодняшний день вход платный составляет 5 лев для взрослого и 2 лева для ребенка. Парковки как таковой нет, но свой автомобиль вы можете припарковать вдоль дороги, либо же на площадочке, там небольшую такую оборудовали. Рекомендую не оставлять свои ценные вещи в автомобиле, так как данная дорога это старое шоссе Варна-София и является излюбленным местом жрец любви. А представительницы данной древнейшей профессии в Болгарии зарабатывают не только предоставлением услуг, но и промышляют элементарным грабежом. Будьте внимательны. Кстати, когда я рассказывала про пустыню, то это была не метафора и не преувеличение. В Болгарии находится одна из двух естественных пустынь в Европе, поэтому если вы собрались приехать сюда летом, то лучше позаботитесь о запасах воды и защите от солнца. Как правило, прогулка по каменному лесу занимает пару часов, поэтому если небо не порадует вас тучками, то за время прогулки можно хорошенечко сгореть. Вы, конечно, можете мне возразить, мол, какая же это пустыня, вон вокруг деревья растут. Но все же будете не правы. Пустыня здесь самая натуральная, а вот деревья как раз-таки привезенные. Все дело в том, что еще в 1937 году это место получило статус природной зоны, и чтобы остановить процесс эрозии, постепенно разрушающие камни, было принято решение обуздать пустыню, для чего по периметру была высажена зеленая растительность. Пространство же между камнями осталось нетронутым. Кое-где посреди песка встречаются одинокие кустики, а на камнях – мох или шайник. Фауна же более разнообразна, включает ящериц, сусликов и даже змей. Уже позднее у входа был выстроен павильон информационного центра, где можно купить входные билеты и сувениры, а также послушать интересный рассказ о здешних камнях. Каменный лес – удивительное место, где современность сливается с архаичной красотой природы, а камни, тысячелетиями возвышающимися над землей, приобрели таинственные загадочные формы, словно созданные магией древности. Впервые детальное описание каменного леса мы получили лишь из писем Виктора Теплякова, который в 1828 году проводил здесь поиск экспонатов для Одесского археологического музея. Завидев камни, он подумал, что это останки какого-то древнего храма, и приказал солдатам выкопать одну из колонн. Спустя несколько часов тщательных ландшафтных работ Тепляков был сильно удивлен, конца и края колонны не было видно. Они смогли откопать ее больше, чем на 2 метра, но на глубине форма камня ни капельки не изменилась. Он все так же идеально цилиндрическим стержнем устремлялся куда-то вглубь, в недра земли. И это еще хорошо, что они не стали копать еще глубже. Согласно некоторых источников, камни достигают глубины в сотню метров. Именно из-за этой особенности болгары и назвали место побития камня, что в переводе означает «вбитые в землю камни». Во времена османского владычества камни называли иначе – декелитаж, с турецкого – «разбитые камни». Из-за такого обилия разных названий у туристов часто возникает путаница. Но на самом деле правильно разделять эти понятия. Мы сейчас прибыли в самую популярную часть каменного леса – декелитажскую группу. Это узкая полоска пустыни длиной около 600 метров и площадью около 7 квадратных километров. Здесь плотность столбов самая максимальная. Некоторые из них возвышаются на 6 и более метров, а в ширину достигают до 2,5 метров. В большинстве своем колонны имеют почти идеальную круглую или овальную форму в поперечном сечении, а некоторые – полые внутри, подобно бамбуку, другие – представляют из себя цельные цилиндры. Откуда они здесь взялись, ответить трудно. Данный природный феномен все еще не до конца изучен. О просхождении леса существует более 15 различных теорий. Кто-то считает, что это окаменелые деревья, кто-то, что останки древнего храма забытой цивилизации, а кто-то и вовсе, что закодированное послание инопланетян. Были тут инопланетяне или нет – решать не берусь, но антураж здесь действительно космический. Место какое-то внеземное, но прям вылитый татуин. Вот хоть сейчас бери и снимай тут новую серию Звездных войн. Само собой и красивая легенда тут имеется. Давным-давно на берегу моря жил талантливый юноша, к которому явился бог и поведал свое имя. По преданию, тот, кто знал истинное имя бога, обретал бессмертие. Однажды юноша влюбился, но злые титаны похитили его возлюбленную, затребовав, чтобы юноша назвал им имя бога. Парень не хотел нарушать клятву и в итоге придумал, как спасти невесту, не произнося имя. Он выстроил титанов на берегу в определенном порядке, а когда все было готово, сказал, «Я поведал вам имя, оно сейчас написано на земле вашими телами». Разгневанный бог, завидев надпись с небес, покарал титанов, превратив их в камень. Прелесть легенд в том, что они, как правило, кроме фольклора, несут и крупицу истины, передаваясь из поколения в поколение. Итак, мы плавно переходим к научной теории возникновения леса. 50 миллионов лет тому здесь действительно было море. Ученые предполагают, что на его дне сформировались залежи метана, которые постепенно струйками поднимались вверх. По такой дорожке постепенно проходил процесс окисления, в результате чего по периметру образовался карбонат кальция, который цементировал частицы породы и микроорганизмы вокруг канала, по которому метан выходит на поверхность. Так и сформировались наши колонны. Эта теория стала наиболее убедительной и получила широкую поддержку после недавних открытий в Дании, где подобные образования были обнаружены на дне Балтийского моря. В какую из теорий верить, решать вам. Многие верят в мистическое происхождение места и наделяют лес сверхъестественными свойствами. Камням присваивают отдельные названия и свойства. Считается, что каждый камень имеет свою особенную магическую силу. Есть камень в форме сердца. Потрогал его и найдешь любовь. Есть камень в форме трона. Посидел на нем и приобретаешь богатство. А вот и самый популярный камень плодородия, похожий на фалос. Пожалуй, не буду рассказывать, какой силой он наделяет. Сами нагуглите. Ну а центром силы считается мистический круг, который находится в самом конце каменного леса. Говорят, что чтобы прикоснуться к его магии, нужно пройти по лесу, загадать желание и затем зайти в центр круга, чтобы ваше желание исполнилось. Только никому не рассказывайте, а то не сдохнет. Лично мне больше до души научная теория. Скептики будут апеллировать. Мол, вот если столпы сформировали залежи метана, то почему со дна он выходил только в этом месте на столь маленьком пятачке? На самом деле не только здесь. Фактически весь этот район был возведен на каменном лесу. Большая часть каменных столпов находится глубоко под землей, а потому мы их просто не видим. Но в некоторых местах, наподобие нашей пустыни, ветер и эрозия с годами сняли верхний слой песка и оголили верхушки каменных столпов. На самом деле такое место здесь не одно. На сегодняшний день уже открыто 13 подобных скоплений камней. 7 больших и еще 6 малых. То место, где мы сейчас находимся, это и есть дикий этаж, а все группы вместе называются каменным лесом. Вы спросите, как же так? Почему тогда все экскурсии везут туристов лишь сюда? А как же остальные камни? Зрады нет. Просто туристы и существа ленивые. А удобная асфальтная дорога идет лишь к этой локации. Вот экскурсоводы и не заморачиваются. Хотя наша локация и самая красивая из всей группы, но на самом деле она далеко не самая лучшая, чтобы понять весь масштаб этого природного феномена. В трех километрах западней можно найти другое интересное место. Небесные врата. Если на нашем участке каменной столбы оголил ветер, и мы можем увидеть лишь их верхушки, то здесь лес можно наблюдать в вертикальном разрезе, благодаря схождению цельного пласта земной породы. Вы только оцените высоту этих громадин. Просто потрясающее зрелище. Говорят, что каменный лес – это место силы. Не берусь спорить, не эксперт в магии. Но все же что-то мистическое в этом лесу имеется. Днем над горячим песком появляется легкая дымка пустынного миража. А ночью, по слухам, каменные столбы окутывают плотный туман. Я, правда, здесь не ночевала, но, благо, для вас этот квест ранее уже проделал не кто иной, а Джейсон Мамуа. Помните, в том видео, где мы путешествовали по пещерам, я вам рассказывала, что в «Девяташке» и «В пещере глаза Бога» снимали фильм «Конан Варвар». Так вот, в «Каменном лесу» его тоже снимали. Голливуд, похоже, знает толк в красивых местах. Я бы здесь, конечно, еще погуляла, но все же днем по пустыне долго не побродишь. Солнце стало припекать, камера перегреваться. Похоже, это знак, и нам пора перебираться куда-то поближе к морю, где теплый морской бриз будет прогонять летнюю жару. Добро пожаловать на мыс Калиакра. Волшебный уголок в Болгарии, где душа встречает бесконечность природы и истории. А еще мыс – это одна из первых заповедных зон в стране. Болгары объявили Калиакру памятником природы еще в далеком 1941 году и с тех пор развивает его туристическую привлекательность. Панорамные виды на Черноморское побережье, открывающиеся с мыса, просто захватывают дух. Мыс Калиакра – это воистину воплощение красоты и величия природы. Дословно название переводится как «красивый мыс». А еще это самый длинный мыс Болгарского побережья. Он выступает в море на целых 2 километра. Со всех сторон мыс обрамляет величественные скалы, высота которых местами достигает 70 метров. Берега имеют ярко выраженный красноватый оттенок. И по легенде, скалы впитали в себя кровь защитников, погибших при разрушении здешней крепости. Но реальность, конечно, менее поэтичная. Бурый оттенок скалам придает большое содержание оксида железа. Этот мыс не только природное чудо, но и свидетель истории. Здесь можно отыскать следы древних цивилизаций, ощутить дыхание времени и проникнуться величием прошлого. Архитектурные руины разбросаны по мысу, воссоздают картину далеких эпох, вызывая чувство умиротворения и глубокого уважения к наследию предков. Въезд на мыс платный, три лева со взрослого человека. В качестве бонуса получаем бесплатную парковку, возле которой нас будет ждать первая достопримечательность – памятный монумент контр-адмиралу Ушакову, разгромившему у мыса османскую армаду. Монумент представляет из себя статую адмирала, водруженную посередине полукруглой арки, украшенной 18-ю колоколами с названиями кораблей, которые участвовали в сражении. На ветру колокола колышатся, напоминая о той исторической баталии. Кстати, ветер – нередкий гость на мысе. Данный регион считается самым ветреным в Болгарии. Как раз из-за этого феномена рядом разместили целый лес ветрогенераторов. Заезжая на мыс, невозможно не полюбоваться этими белоснежными титанами, которые, словно волшебные стражи, охраняют побережье от могучих ветров. Вглубь полуострова ведет лишь одна тропа, у начала которой нас будут поджидать вездесущие ларьки с сувенирами и магнитиками. Ну а сразу за ними начинаются руины крепости и древнеримские развалины. История Калиакры начинается в IV веке, когда здесь возникло первое поселение фракийцев. Они называли мыс Тиризис. Отвесные скалы служили естественной защитой его жителям. Постепенно жизнь на мысе набирала обороты, и впоследствии здесь возникла настоящая крепость, которая позднее все же была разрушена. Те остатки, которые мы видим сегодня, всего лишь кусочек современной реконструкции. На сегодняшний день полностью восстановлены только ворота, поэтому они так разительно отличаются от остальных сооружений на мысе. Историки до сих пор спорят, насколько точно они воссоздают древний форт. Но в целом, как на мой неискушенный туристический взгляд, справились мастера довольно неплохо. На территории мыса также можно найти останки римских бань, старый колодец и фундаменты всевозможных строений древнего города. Сохранились они плохо, все же мыс пережил не одно сражение и был несколько раз полностью разграблен. Если вам интересна история региона, то порекомендую заглянуть в местный музей Калиакра. Благо, для туристов он совершенно бесплатный. Внутри вас будут ждать множество экспонатов, найденные монеты, стрелы, карты, а также миниатюра самого мыса. В целом, музей пропустить будет сложно, так как он находится напротив единственного ресторана на мысе. Место популярное, помимо вкусных блюд, заведение также способно порадовать туристов прекрасными видами на побережье. Но самые красивые виды нам открываются лишь тогда, когда мы доберемся до конца мыса. Здесь мы найдем несколько монументов, судоходный маяк и метеостанцию. Правда, туристов больше привлекает не современное сооружение, а небольшая старинная часовня, расположена внизу. И с ней связана одна легенда. Помните, мы в Несебре видели статую Николая Чудотворца? Так вот, давно-давно в этих краях святой Никола спасался бегцев от османов. Завидев погоню, он рванул к морю, и тогда Бог решил ему помочь. Всевышний стал перекрывать берег и поднимать землю под ногами беглеца. Но спустя какое-то время османы все же догнали святого и обезглавили его. В том месте, где он пал, возникла эта часовня. Ну а еще ниже находится самая-самая популярная точка мыса. Небольшой, но очень симпатичный каменный балкон. Любимое место для инстаграма и фоточек. Как правило, здесь образовывается целая вереница из девушек, которые вручают свой айфон кавалеру и включают режим фотомодели. Место очень красивое. Скалы, волны, ступеньки, уходящие в морскую пучину. Но популярным место делает не только прекрасный вид, но и его название – Ворота Сорока Дев. А название это пришло к нам из другой легенды. Давным-давно, во времена турецких завоевателей, 40 болгарских красавиц были похищены и заперты тут. Девушки были сильной духом и предпочли пленению смерть. Они связали свои косы и все вместе прыгнули в морскую пучину. Девушки погибли, но сохранили честь. И сегодня в память о них на мысе стоит памятник – белоснежная стела с девушками, устребившаяся в синее небо Болгарии. Кстати, если вам повезет, то помимо пейзажей на ваши фоточки может попасть еще одна здешняя достопримечательность. Это дельфины, которые часто резвятся у берегов и любят плавать на перегонки с рыбацкими лодками. Калиакра – это место, где море и небо сливаются в гармоничном танце, создавая неповторимую атмосферу. Это действительно волшебная локация, поэтому настоятельно рекомендую вам заглянуть сюда во время путешествия. Оптимальным временем для прогулки будет вечер. Наблюдать соответственных скал на чарующий закат безумно приятно. Ну а если вы приедете на мыс днем, то можете оценить еще одну его изюминку – залив Балата. В потрясающей полукруглой бухте на восточном крае мыса притаился единственный песчаный пляж региона, который в сезон крайне популярен среди туристов. Благодаря отсутствию современной застройки, залив выглядит как нетронутый островок природы, чем подкупает не только туристов, но и киношников. Угадайте, какой же фильм здесь снимали? Ладно, оставим нашего Конона в покое. У него свои приключения, а у нас свои. Ну а рядом с мысом находится еще один природно-исторический заповедник – Ялата, что в переводе с турецкого означает «высокое пастбище». Наиболее интересны заповедники останки пещерного города и ранне-византийская крепость, которая была построена в V веке н.э. на вертикальных скалах. От нее сохранились некоторые из башен и останки стен. В 2015 году крепость была частично восстановлена, правда, споры относительно целесообразности этих работ ведутся до сих пор. Пещерный город также не дожил до наших времен. 7000 лет тому первые люди заселили местные пещеры, соединив их подземными тропами. В средние века пещеры стали использоваться в качестве монастырского комплекса. Сейчас же комплекс известен под названием «Город 101 пещеры». Но на древних развалинах местной красоты не заканчивается. Фактически весь этот регион, начиная от пляжа «Русалка», заканчивая поселком Тюленево, представляет из себя сплошной обрывистый скальный берег, испещренный красивыми гротами и пещерами. Вот даже такой красивенький мостик имеется. Я, наверное, даже заикаться не буду, какой голливудский фильм тут снимали. Такс, что-то мне подсказывает, что со скальным берегом я вам уже порядком надоела. Ну что ж, давайте сменим тему и заберемся чуть глубже в недра Болгарии, где среди родопских вершин протекает горная речка Ардо. Вы, конечно, могли бы придраться, мол, Маша, как же так, ты обещала нам показывать красоты исключительно побережья. Но есть нюанс. Мало кто знает, но на самом деле у Болгар целых два моря. Одно черное, где мы только что прогуливались, а второе – фракийское. И находится оно в соседней Греции, куда мы и направляемся. Все дело в том, что и Греция, и Болгария – члены Евросоюза, а потому граница там весьма условная. Поэтому в то время, когда мы на выходные любим сгонять на бережок Черного моря, болгары в тот самый период предпочитают рвануть в Грецию, чтобы искупаться там в прозрачных фракийских водах. Благо им сюда буквально рукой подать. К примеру, есть путь от Бургаса до Греции, займет каких-то там три часика. А от Софии и вовсе два. И вот здесь, недалеко от границы, возле милого городка Ордена, как раз и притаились две наши следующие локации. В глубине Родобских гор, посреди высокогорного ущелья, возвышается очень красивый, пугающий легендами и обманывающий своей красотой мост, который носит загадочное название Шайтан Купрю, что в переводе с турецкого означает «Дьявольский мост». В мире существует множество средневековых мостов, которые соответствуют названию «Чертов мост». Но тот, что пересекает реку Арда, является одним из самых древних и удивительных, как своей красотой, так и своей легендой. Большинство подобных каменных мостов уже давно перешли в статус исторических памятников и закрыты для посещения. Но наш сегодняшний герой все еще действующий. Мост стоит здесь уже шесть веков и ни разу даже не намекал на то, что требует ремонта. Да уж, в наши дни так уже не строят. Мост действительно очень красивый. Он раскинулся между двух 400-метровых скал, склоны которых плотно укутаны хвойным зеленым покрывалом. Только вот добраться сюда не очень просто. Uber не вызвать, общественного транспорта нет. Оптимальный вариант для туристов взять в аренду машину или заказать экскурсию. Без машины в лучшем случае вам удастся найти автобус до города Ордено, но дальше придется 10 километров топать по горам. Дорога поведет нас вдоль ущелья, петляя то вверх, то вниз. А в 2013 году ее отреставрировали, и теперь к мосту ведет хоть и узенькая, но все же хорошо асфальтированная дорога. Правда, не советую ехать по ней быстро. Разминаться на горе при наличии всего одной полосы – то еще удовольствие. В конце маршрута оборудована бесплатная парковка. Продают сувениры, есть уборная и охрана. Подход к самому мосту отделен заборчиком и вход платный – 5 лев. За парковкой начинается извилистая тропинка, которая позволит подняться на мост и перейти на другую сторону. Но еще до этого я бы порекомендовала вам спуститься поближе к воде. Тут река максимально широко разливается, благодаря чему за мостом образовалось небольшое озерцо с чистой горной водичкой. Очень приятно прогуляться здесь по камушкам, помочить ножки в холодной воде или же просто посидеть на берегу, разглядывая местные красоты. Диамольский мост. Мост через Орду построен в XVI веке на месте старинного римского моста на дороге, которая связывала Горнофрагийскую низину и побережье Игейского моря. Со строительством моста связано несколько легенд, и есть в них все-таки что-то потустороннее. Идея построить мост через бурную горную речку витала в воздухе еще пару тысяч лет тому, но никто не мог реализовать задуманное. Впервые мост удалось возвести лишь римлянами, которые имели колоссальный опыт в строительстве подобных сооружений. Но даже их творение не устояло, и со временем движение через реку вновь было нарушено. В XVI веке непосильную ношу возложил на свои плечи местный султан Селима I. Согласно легенде, архитектор долго не мог придумать, как создать достаточно надежную и прочную конструкцию моста, пока однажды ночью к нему не явился дьявол, который сказал, что поделится секретом, как возвести мост, если тот сумеет вписать в конструкцию его лик. Да причем так, чтобы он был невиден и виден одновременно. И вот, судя по тому, что мост уже более пяти веков возвышается над речкой, возникает мысль, что с задачей создатель таки справился. Правда, по преданию, на пользу ему это не пошло. Вскоре после окончания строительства архитектор скончался. Вторая легенда рассказывает о чуть позднем периоде. В те годы в ордена жила прекрасная девица. Однажды султан захотел забрать ее в свой гарем. Девушка бежала от османов на мост и хотела уже прыгнуть вниз. Но те вдруг остановились и с ужасом бросились назад. В воде им явился угрожающий лик дьявола, который и спас девушку. И вот опять легенда нам рассказывает про демонский облик. Так почему же мы его тогда не видим? Может, это все выдумка? На самом деле нет. Эта часть легенды чистая правда. Просто увидеть дьявола без подсказки не так уж и просто. Приезжайте сюда ближе к полдню, а для полноты картины просто прилягте на берегу. И дьявол к вам обязательно явится. Хм, кто знает, может и другие легенды не врут. Дьявольская работа или нет, но мост действительно получился очень прочным. Чертов мост имеет длину 56 метров и ширину 3,5 метра. Он трехстворчатый с небольшими арками с обеих сторон на концах, позволяющими стекать в воде в те дни, когда река переполнена. Высота центрального свода 11,5 метров, а по краю сохранился небольшой каменный парапет. Перед мостом для путников обустроена уютная деревянная беседка с мангалом, где можно организовать привал и подкрепиться. Ну а за мостом начинается небольшая лесная тропа. Также при желании здесь можно спуститься к воде и немного пройтись по каменному ущелью реки. В целом, вся здешняя местность очень красивая и живописная, а потому вам наверняка понравится прогуливаться в этих краях. Ну а если вы решите осмотреть местность подетальней, то сделать это, конечно, лучше с высоты птичьего полета. И чтобы забраться так высоко, мы, пожалуй, переедем к следующей нашей локации. Я никогда раньше не слышала о том, что в Болгарии есть что-то настолько древнее и мистическое, что способно соперничать по красоте и истории со знаменитым Стаунхенджем или пирамидами. Так было до того, как я впервые услышала про фракийское святилище «Орловые скалы». Добираться до святилища, как и до моста, придется на автомобиле. Причем, если раньше на вершину горы вела хрупкая грунтовая дорога, то в наши дни ситуация кардинально изменилась. Орлиные скалы, как и Дьявольский мост, попали под европейскую программу развития туристической отрасли Болгарии. За эти деньги сюда проложили асфальт, оборудовали парковку и немного оккультурили всю тропу. В общем, вместо экстремальной поездки, теперь посетитель получает комфортную туристическую прогулку, что, собственно, сильно меня порадовало. У парковки нас будет ждать турникет. Билет обойдется в 5 лев. За турникетом тропа раздваивается, и у вас появляется выбор, либо пойти по короткой тропе прямо к скалам, либо свернуть налево и прогуляться по экотропе через лес. Экотропа чуть длиннее, прогулка по ней займет минут 20. Правда, у этого маршрута есть и свой бонус. По дороге вам встретятся любопытные деревянные таблички с фразами на болгарском языке. Эту тропу еще называют путь ордийской поэзии, так как на табличке нанесены стихи различных поэтов из ордена. Должна признать, весьма романтично придумали. Второй путь значительно короче, из-за чего локация прекрасно подходит для посещения как взрослых туристов, так и семей с детьми. Подъем не очень сложный, но есть нюанс. Стоит учесть, что мы сейчас забрались на полтора километра над уровнем моря и продолжаем подъем над обрывом по узкой тропке с не очень крепким грунтом. В общем, смотреть под ноги здесь не будет лишним. Тропу можно пройти минут за пять, но с учетом роскошных видов, которые открываются по пути, я потратила на подъем чуточку больше. Но мы сюда забрались не ради видов. Для них, пожалуй, лучше махнуть Норильские озера. Сегодня мы покоряем гору совершенно с другой целью, для того, чтобы разгадать тайну загадочного фракийского наследия. Светилище представляет из себя вулканическую скалу высотой около 30 метров, на которой высечены многочисленные трапециевидные ниши. Если быть точнее, здесь было обнаружено ровно 100 ниш, но на сегодняшний день их сохранилось лишь 97. Турецкое название комплекса – Кузгункая, что переводится как «Вороний камень». Во времена Османской империи на скале любили гнездиться вороны, откуда и пошло название. Но после ухода турков, святилищу вернули его историческое название – Орлиные скалы. Наибольшее количество ниш находится на западной стороне скалы. Никакой закономерности в их расположении на первый взгляд не наблюдается. По размеру все отверстия схожи между собой – около метра в высоту и до полуметра в глубину. Точный возраст святилища неизвестен, но, судя по осколкам обожженных керамических сосудов, какие-то ритуалы проводились здесь еще 2500 лет тому назад. Масло в огонь в этой странной истории подливает тот факт, что подобного рода ниши были найдены не только здесь, но и во всей Южной Болгарии. На данный момент археологи смогли отыскать уже более 1500 идентичных ниш, что говорит о массовости использования подобных святилищ уфракийцев. Орлиные скалы – самый крупный из таких комплексов, поэтому основные попытки ученых понять назначение этих загадочных святилищ предпринимались именно здесь. В науке преобладает мнение о том, что ниши являются погребальными сооружениями. В них помещали урны с прахом усопшего. Вторая теория, похожая на эту, определяет ниши как портал между миром живых и миром мертвых, поскольку их форма напоминает силуэт висячей летучей мыши. Согласно древним поверьям, именно летучие мыши переносили души умерших в загробный мир. Сторонники других теорий в своей критике опираются на тот факт, что ниши расположены слишком высоко для прощания с усопшими. Взбираться каждый раз на скалу без машины и инструментов в те годы было слишком обременительно, поэтому, по их мнению, более вероятно, что ниши использовались в других целях. Возможно, здесь проводились какие-то обряды в честь важных, но редких событий, например, по случаю начала или окончания войны. Ну, или фракийцы так сигнал корешам в космос отправляли. В любом случае, спросить уже не у кого. Само собой, у такого мистического места имеются и свои легенды. Согласно самой популярной, скала на самом деле – это обитель дракона, которая охраняет здесь несметные сокровища, и по ночам в глубине этих ниш можно разглядеть отблески его огненного дыхания. Как бы там ни было, какие бы ритуалы здесь не проводились, но место действительно очень специфическое, пронизано тайнами и загадками. Посещение Орловых скал и фракийских святилищ предоставит вам возможность увидеть удивительные архитектурные сооружения, ощутить дух древности и почувствовать величие здешних мест. Это уникальная возможность погрузиться в историю и открыть для себя мир древней, болгарской и фракийских цивилизаций. Ну что ж, на этом наше путешествие по Болгарии подходит к концу. Поэтому я буду закругляться и подведу итоги. Я думаю, Болгария действительно достойна внимания туристов. Возможно, она и проигрывает соседям, таким как Хорватия и Греция по архитектуре, но при этом Болгария не обделена природными красотами и достопримечательностями. Если вы хотите раскрыть все тайны Болгарии, то от себя порекомендую не сводить путешествие исключительно к пляжному отдыху, а обязательно выделить несколько дней для поездок в красивые места. И тогда Болгария точно запомнится вам на очень долго. Если вам понравились локации сегодняшнего видео, то напишите мне в комментариях, какие именно и почему. Ну а мое путешествие продолжается. Увидимся в Греции! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok